Я еще раз говорю, я кандидат, депутаты имею право встречаться с избирателем. Ваша акция не согласована. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Казалось, 14 июля войдет в историю как массовая встреча избирателей с оппозиционными политиками, кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу, как мирная и без насилия. Все начиналось очень эмоционально, но без активного вмешательства бойцов Росгвардии. В 14.00 в Новопушкинском сквере собрались сотни человек, жителей Москвы, избирателей, чтобы услышать голоса тех, кто по версии властей не может в дальнейшем участвовать в избирательной кампании. У нас крадут наши выборы, у нас крадут наше будущее. Я считаю, что это заказ прямой мэрии Москвы и лично мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Полиция не вмешивалась. Дала возможность всем оппозиционерам выступить. Затем неожиданно для всех один из недопущенных к выборам кандидатов Илья Яшин предложил всем собравшимся пойти к здании мэрии, чтобы городоначальник Сергей Собянин увидел, Люди недовольны тем, что их лишает возможности голосовать за тех, кого они хотят видеть депутатами Московской городской думы. Самое главное, вот сейчас понять, вот эти кандидаты, которые здесь стоят, которые выступают, у них есть поддержка больше, чем у третьих, вторых мест, а кое-где даже первых мест под подписям только. Полиция и тут не стала вмешиваться, даже когда люди стали стучаться в дверь мэрии. Пусть каждый ударит в дверь! Передавай другому! Пусть каждый ударит в дверь! Затем по призыву кандидатов депутата Мосгордумы Любови Соболь народ двинулся к зданию Московской городской избирательной комиссии, где ораторы потребовали, чтобы к ним вышел глава этого ведомства Валентин Горбунов и дал объяснение по поводу забракованных подписей независимых кандидатов. Полиция встала стеной перед толпой, но не предпринимала никаких силовых шагов в отношении протестующих. Любовь Соболь объявила голодовку и собралась протестовать у подъезда избирательной комиссии до тех пор, пока не встретится с Валентином Горбуновым. Люди стали приносить палатки, коврики, воду, продукты и намеревались провести ночь во дворе ведомства. Но власть решила сломать этот сценарий. Что, ваша акция переросла в же несогласованных органах полного власти? Нет, нет, нет. У вас здесь расставляются палаты? Да, они выставлены мной. Здесь расслаблены? Да, они выставлены лично мной. Нет, я вас предупредил. Я еще раз говорю. Я вас предупредил. Нет, убедительная просьба, разойтись. Ваша акция переросла в же несогласованных органах полного власти? Площадка перед городской избирательной комиссией была расчищена в считанные минуты. В полицейские участки были доставлены десятки человек, в том числе и несколько оппозиционеров.